Время участия предприятий такой промышленности, я думаю, что данные заказы позволяют, конечно, нашим предприятиям поддержаться. И соответствующие сервисные, возможно, финансовые инструменты поддержки тоже будут дальше. Время участия предприятий такой промышленности, я думаю, что данные заказы позволяют, конечно, нашим предприятиям поддержать. Мы шили, допустим, форма бордовым цветом, затем школы Затобольской. Почти где-то 5 или 6 школ нашего города мы шьем. Полностью надеваете? Полностью, да. Можно по цене? По цене цена разная. Дело в том, что, ну, будем так говорить, от 10 до 15. Но, будем так говорить, некоторые хотят и очень дорогую школьную форму, некоторые хотят и совсем чуть ли не бесплатную. Потому что народ разный. И поэтому мы исходим из того, делать среднюю цену. Пусть по серому костюмчику, это наши новые разработки, и 1015 будут стоить. Может быть. Но мы будем стараться выбирать именно те ткани, которые и для тела ребенка будет очень приятно носить, и одновременно, что она будет дешевле. А сырье откуда доставляют вам? Доставляем в основном из России. Россия, Белоруссия и раньше Украина. В Алматы ребята открыли? Вообще, вот до девалевации сколько вам обходился в среднем от 1,3 тысяча? Вообще он стоил 7 тысяч. А сейчас? А сейчас, вот я вам уже сказала, от 10 до 14 тысяч. Занимаемся выпуском верхних трикотажных изделий. Элемент школьной формы – это жилеты, жакеты, вязаные вещи. Цена начинается в зависимости от состава сырья, от 1800 тенге, и максимальная цена получается 3300 тенге. Ребочки получаются 3500, вне зависимости от размера. А сырье откуда выставляете? Беларусь, Турция, Россия, Киргизия. Сегодня мы привезли для демонстрации школьную форму. Ну вот, подростковую, женскую. Все материалы, к сожалению, наверное, на сегодняшний день мы закупаем с Турции. Но данные материалы проходят как бы жесткие эксперименты. То есть мы стирали стиральные машинки, владили при разных. И вот остановились на данном материале, так как он у нас износостойкий. В общем, материал, я не знаю, как называется, я извиняюсь, но у него содержание шерсти и вискозы. Вот, данный материал оказался такой, самый такой удачный, в общем, качественный. Также детская форма до пятых классов для детей. Вот тройка, пиджак, жилетка, ну скажем, юбка-брюки. В пределах, вот мы у себя на области, по 9 тысяч продаем. Для, то есть старших классов, уже тот же пиджак, жилетка и брюки будут составлять 13 тысяч тенгер. Рубашки, вот 2,5 тысяч. С содержанием хлопка, очень экологичный материал, то есть не вызывает аллергии. Ну, в первую очередь, мы как родители, мы тоже учитываем это, да, чтобы форма была, как бы, не вызывала аллергию у ребенка. Аксоциация, Акимат города, перспектива. Поставьте, пожалуйста, презентацию. 15-й год и 15-й, 16-й год. Мы видим, наблюдаем рост в школе.